Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 38 главу. Прежде чем приступить к 38 главе, хотелось бы обобщить то, о чем мы говорили ранее. Потому что 38 глава, это будет голос Божий, который будет обращен к Иову и его друзьям. Мы помним, что Иов был человеком богатый, жил в земле Уц. У него было все, и дети, и скот, то, что тогда измерялось богатством. И все у него в один час было отнято. Но Иов прославил Бога, сказал, что Бог дал, Бог взял. Мы помним, что последняя казнь, или последнее, лучше сказать, попущение, скорее, последнее попущение, которое было дано Богом, это болезнь Иова. То есть Бог попускает сатане коснуться тела, и тогда сатана касается Иова. Он поражается проказой от темени до пят. Садится на навозной куче, берет скребок, и к нему, мы помним, приходят друзья, и начинают к нему разные речи. В общем, все речи друзей, которые мы с вами видели, они звучат не как речи утешительные, дабы как-то пожалеть, что ли, даже человека в той ситуации, в которой он оказался, в той скорби, которая его постигла, отнято богатство, отнято дети, отнято здоровье. Но они стараются выявить в нем какой-то грех. Иов, мы видим, что он говорит, что он не обнаруживает того греха, в котором обвиняют его друзья. Не значит, что Иов говорил о том, что он совершенно безгрешен. Он просто не видел действительно того, о чем говорят ему друзья. Вспоминается такая история, даже, можно сказать, произведение Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазовы, где Дмитрия обвиняют, в общем-то, ни за что. Дмитрий не убивал своего отца, и вот мы помним эту сцену, суд, где он стоит, он не убивает, но он готов пострадать. Он говорит, да, я не отрицаю, что у меня есть другие, в общем-то, страсти, преступления, да, и пьянство там, и блудная страсть, все он признавал, но этого он не делал. Но он говорит, ну, хорошо, я готов и пострадать, и за это, коль так уж получается все. Поэтому, ну, надо помнить еще о том, что Иов, это здесь, Иов, это прообраз Христа. Когда он не видит того или иного в себе греха, то здесь преобразовательно, пророчески, Иов о себе показана на Иове безгрешность Господа и Спасителя Иисуса Христа. Как сказано в Священном Писании, он был подобен нам во всем, Христос, кроме греха. И вот 38-я глава, она начинается со слов Господа, которые отвечает Иову. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто себе омрачающее проведение словами бессмысла? Припояшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло, как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждую его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение и поставил запоры и ворота, и сказал доселе, дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волном твоим. Давал ли ты, когда в жизни своей наказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкой рукой их сокрушалась. Не сходил ли ты в глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Такие стихи обращения к Иову. Господь обращается к нему, и главное то, что он здесь говорит Иову, «Где ты был тогда, когда я полагал основание земли?» Действительно, этот вопрос обращен не только к Иову, но ко всем нам, где мы были тогда, когда Господь творил этот мир. Кто положил меру всех вещей, все законы, которые есть в этом мире? Действительно, когда люди неверующие особенно говорят о том, что ну вот это все те или иные законы природы, всегда хочется спросить, а кто основатель этих законов? Кто эти законы утвердил, установил? Кто автор всего окружающего нас мира? Люди говорят, ну это просто случайно. Тогда предлагаю, ну раз случайно, вот тут выборы были недавно, не ходите никуда, раз все как-то происходит случайно, набросайте кучу конституций мировых каких-нибудь, заберите, надо нанять какую-нибудь мешалку, наверное, наподобие бетономешалки, пусть там смешивает, смешивает, как-то там что-то там случайно происходит, может быть, получится хорошая конституция для нашей страны, и выборы, зачем тогда все законодательства? Совершенно очевидно, что если есть законы, то есть автор, если есть картина, то есть автор, если есть стихотворение, есть автор, музыка, музыкальное произведение, есть автор произведения, если там устройство какое-то технологическое, у всего есть автор, который налагает что? Как говорят, патент, да, то есть налагает свое вот штамп, что вот это вот мое изобретение. И вдруг тут целый мир такой сложный, как Господь обращается к его, где-то был, когда я полагал основанию миру. Говорят, да как-то это само собой. Ну это надо быть сильно уж верующим, наверное, чтобы поверить, что все произошло как-то само собой и случайно. Итак, мы видим, что если, в общем, сказать обо всей 38 главе, ее, пожалуй, можно разделить на три таких ключевых части. Богословская, пастырская и пророческая. Такие три части. Первая часть такая богословская. Господь говорит, где ты был, когда я основал землю и соседал мир. Затем, ободряя Иова, он являет свое благоволение праведником и кающимся грешником, и свой гнев лицемером и гордецам. И третье, это пророческое, в словах Бога, содержится пророческое возвещение Христа, Церкви и искупление человечества. Мы видим, что первые слова, которые звучат во втором стихе, они обращены, конечно, к Иллиую, которому сказано, кто сей омрачающий проведение словами бессмысла. Мы с вами говорили в предыдущих главах о том, что все слова Иллиуя, они были как такой, если хотите, образец высокомерия. То есть он ставил себя выше Иова, и вот что, как по этому поводу пишет, интересно, Григорий, двои слов, цитата, святитель. Как часто бывает с тем, кто плохо говорит хорошее, а плохое говорит хорошо, так и Иллиуй с его высокомерием. Правильное говорит неправильно, потому что в защиту Бога он надменно говорит о смиренном. Очень важные слова для нас с вами. Не говорить надменно о смирении. Когда люди часто говорят, смирись, брат, смирись, сестра. Хочется так и сказать этому человеку с этим гневным лицом и раздраженными речами, яви образец смирения. Господь говорит всем нам научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Поэтому Григорий, двои слов, так и говорит, потому что в защиту Бога он надменно говорит о смиренном. Итак, где ты был, когда я полагал основание? Тоже по этому поводу пишет Григорий Великий. В Священном Писании, цитата, Григорий Двоеслов, кого еще мы понимаем под основанием как неправедников, то есть он тоже как непроповедников. Он видит здесь такой насказательный смысл в этих словах, не только как устройство физического мира, но видит под основаниями и проповедников. И далее продолжает. Их Господь первыми поставил в церкви, и на них создал остов здания. Вот и священник, входя в скинью, обязан был носить на себе 12 камней на груди, потому что наш первый священник, с большой буквы, приносящий себя в жертву за нас, давший нам с самого начала надежных проповедников, нес 12 камней под главой своего тела. «Итак, святые апостолы, судьте камни, которые образуют и первое украшение на груди, и твердое основание всего здания». А когда Священное Писание говорит не об основаниях, то есть во множественном числе, а об основании, в единственном числе, то относится это к самому Господу, который силой своей божественности укрепляет наши слабые и непостоянные сердца». Конец цитата. Мы видим, что Григорий Богослов здесь видит, что Господь полагает основания, видит в этом проповедников и апостолов, так сказать, миссионеров. Это то, к чему призвана Церковь в своем служении, потому как Христос был послан на дело миссии. Он первый апостол, потому как о нем сказано, и он сам о себе говорит, как послал меня Отец, так и я поцелаю вас на проповедь Евангелия этому миру. Поэтому апостолы — это основание, это столпы, а основатель — всего здания Церкви Христос. Далее мы видим, на чем утверждены основания ее, 6-7 стих, «Кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Вот Ефрем Сирин преподобный пишет, «Итак мы скажем, что Христос обозначает словом утро, апостолы — словом звезды, учители же, сыны ангелов, определены как причастники ангельской природы». Конец цитаты. Так выражается, видеть, такой смысл в этом, при такой аллегорически и насказательной. Вот интересный еще 38 стих. Так вот мы прочитали, казалось бы, ну да, Бог говорит о том, что Он вседержитель, что все, в общем-то, устроено им в этих словах. Но интересно еще и поисследовать именно в прообразовательном, в прообразовательном таком отношении. Смотрите, 12-13 стих. «Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру? И указывал ли заре место ее, чтобы она охватила край земли и встряхнула с нее нечестивых?» Ну, казалось бы, ну, понятно, кто у нас может управлять движением, вращением планет, кто там прикажет Солнцу, там, остановись, не вставай. Или там не заходи, или нам в голову такого не приходит. Но вот отцы церкви видят в этом и другое, и насказательный смысл. Смотрите, вот, например, цитата. «Это утро наш Спаситель, который назван также Солнцем праведности». В книге, например, Малахия 4.2. «Он освящает церковь, то есть разумный мир, пылом веры и сиянием его благодати, чтобы она охватила края земли и встряхнула с нее нечестивых. Эту землю можно понимать как церковь, об основаниях которых Господь сказал выше. На краях земли, то есть при скончании мира, грешники обречены на то, чтобы быть низвергнутыми с нее». Итак, далее 38 глава, 14-15 стих. Да, вот Григорий Двоеслов снова пишет об этом, дает истолкование следующим словам. «Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и чтобы стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялись у нечестивых свет их и дерзкая рука, их сокрушилась». Вот Григорий Двоеслов. А о том, каким будет основание, особое наказание гордым, он говорит так, чтобы отнялся у нечестивых свет и дерзкая рука их сокрушилась. Ведь смерть плоти восстанавливает избранных к свету, а у нечестивых свет отнимется. Для гордеца свет славы теперешней жизни, и этот свет отнимется у него тогда, когда его призывают через смерть плоти мрак его помышлений. И тогда сокрушается его дерзкая рука, потому что заносчивость сердца, возникшее вопреки естественному порядку, сокрушается грузом божественной праведности, настигающей человека. Конец цитаты. Видим, как он говорит, Григорий Двоеслов, о том, что гордость, и та тот... Помните, здесь даже вспоминаются слова Евангелия, когда Господь Иисус Христос говорил, «Если свет, который в тебе тьма, а то, какова же тьма?» Действительно, именно об этом говорится о том, что человек принял тьму за свет, а свет за что-то такое, за какие-то небылицы свет Божий. Поэтому то, что он отверг, то и у него отнимется. Разве это не справедливо? Он справедливо сам отверг, сам это отбросил от себя. Итак, такие истолкования мы видим, что есть у отцов. Я сказал, что на три части. Богословская, пастырская, пророческая делится. Здесь видим и о церкви, и о спасителе Иисусе Христе. И далее, да, вот, например, о покаянии. Скажем, 25-27 стих. «Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громогласной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь, и возбуждать травмные зародыши к возрастанию». То есть, вот пишет, сейчас посмотрим, что это истолкование. Да, тоже Григорий Богослов пишет, цитата, «Все это в общем смысле говорится о мире язычников. Мы видим при тщательном рассмотрении в отдельных людях в самом лоне Святой Церкви. Есть много людей, которые вовсе не восприимчивы к словам Божьим. Они тоже именуются верующими и ушами воспринимают слова жизни, однако не позволяют им проникнуть в самые глубины сердца. Что они, как не пустыня? И правда, земля-то безлюдна, потому что рассудок их лишен чувства разума. Никто из смертных не обитает в такой земле, потому что если вдруг разумные мысли и возникнут в их сознании, то они там не задержатся. Вот говорят, как об стенку горох. Одно и то же, одно и то же. И чтение Евангелия, этот круг. Люди ходят, ходят годами, потом подходят и задают такие вопросы. Так и хочется просто спросить, а где ты был? Только сейчас была проповедь на эту тему. Чем были заняты твои мысли? Не как упрек, конечно, этому человеку, просто как чувство, с такого даже сострадания. Как же так? То, о чем говорил Спаситель. Имейте глаза и не видите, имейте уши, вот стоите рядом и не слышите. Надо стараться, конечно, внимательно стараться слушать и читать то, что мы с вами слышим в церкви и читаем в Священном Писании. Это внимание. Это очень важное состояние человеческого духа. Поэтому свидетель, здесь Григорий Двоеслов так и говорит, что никто из смертных не обитает в такой земле, потому что если вдруг разумные мысли возникнут в их сознании, то они там не задерживаются. Как обретается это внимание? Вот он дальше пишет. А вот порочные желания в их сердцах обретают пристанище, добрые же, если и придут, то и убегут, словно отвергнутые. То есть почему не задерживается знание евангельское в сознании таких людей? Потому что там находят в себе пристанище кто? Порочные желания. То есть нельзя служить двум господам. Но когда милостивый Бог удостоит дать путь своему проливному дождю и раскатистому грому, они раскаиваясь открывают уши сердца своего для слова жизни. То есть мы видим, что открыть уши свои для сердца, для слова жизни, необходимо раскаяние. И мы видим, что здесь говорится у Григория Двоего слова, что пока Господь не раскатится громом, то есть что-то не произойдет. Ну тут вспоминается сразу пословица, пока гром не грянет, мужик, ну и женщина тоже не перекрестится. То есть действительно Бог посылает какие-то страдания иногда в жизни человека и неурядица, которую кажется человеку, зачем мне это? Для того, чтобы наконец-то открылись уши, как выражается Григорий Двоего слов, уши, сердца для слов жизни. Тогда наполняется земля пустынная, потому что покуда открывается для слушания слова, она преисполняется таинством. И производит она зеленеющие травы, ибо впитав влагу благодати раскаяния, она не только охотно принимает слова проповеди, но и возвращает их обильно. Теперь она жаждет сказать то, чего прежде не могла услышать. Видите? Жаждет сказать то, чего прежде даже услышать не могла. Действительно вспоминаются слова, от избытка сердца говорят уста. Поэтому, когда мы говорим, что же так дело проповеди в церкви не лаятся, может быть у нас уши оглохли наших сердец, что мы перестали как-то за всей мишурой и суетой этого мира воспринимать евангельское откровение. Слишком, может быть, есть какое-то сообразование с этим веком. Есть на чем подумать. И вот как Григорий Двуислов завершает истолкование выше обозначенных стихов, она иссохшая даже внутри, потому что не слушала, то есть душа, теперь вскармливается своей землю, зеленью сколько угодно алчущих. Теперь вскармливает своей зеленью сколько угодно алчу, говоря, «то, что свято». Конец цитаты. То есть, говорится о том, что, о чем есть такие слова у апостола Павла, он так и пишет, «Сердцем веруешь к праведности, устами исповедуешь к спасению». Для того, чтобы начать исповедовать устами, необходимо уверовать сердцем к праведности. И вот 28-30 стих. «Есть ли у дождя отец или что рождает капли росы?» Здесь тоже отцы церкви видят иносказания о церкви, как о матери, о росе, как о благодати. 31-32 стих, чем завершается, к завершению, вернее, подходит эта глава. «Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узо кисель? Можешь ли вводить созвездие в свое время и ввести ад с ее детьми?» Действительно, здесь говорится о том, вот интересно, Блаженный Августин дает истолкование. Мы помним, что Блаженный Августин до своего обращения занимался и увлекался астрологией. Он был юрист, но еще и был астрологией. И у астролога его там уже чуть ли в какую-то степень не посвятили этой секты, если бы только мать его, да, Моника, не вымолила, когда он слышал молитву своей матери. Вот как он пишет по поводу этого стиха, цитата. «Коль скоро в устроении мироздания проведением не обошлось без участия всемогущего, Иов теперь перечисляет то, что очевидным и непосредственным образом относится к произведениям всемогущего Создателя или другое толкование. Хотя расстояние между звездами плеяд могло бы быть незначительным, не в твоих силах совершить сказанное, то есть связать их в один узел хима, устранив между ними все различия. И не скорее сможешь ты изменить путь малой медведицы и увести их с путей. Мною, говорит Господь, установленных». Действительно, кто сможет подвинуть основание Земли или кто изменит этот часовой механизм? Ученые говорят, что все планеты, движения планеты, настолько точно заведенный часовой механизм, что никакие швейцарские часы, в общем, не сравнятся с такой точностью, как Бог все установил. И поэтому, когда мы читаем об этом, даже размышляем и видим все это, то снова и снова вызывает недоумение, как можно сказать о том, что весь этот мир устроен как-то случайно. А если это так, если мы все-таки верим, что этот мир устроен не случайно, значит и человек не случайный, значит и жизнь человека не случайна, значит она не бессмысленна, не может творец, вседержитель, великий разум сделать бессмысленницей все устройство этой жизни. По-моему, отсюда не надо даже и прибегать к божественному откровению, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, через рассматривание творения видимы, божий промысел и божие действия. Итак, заканчивается такими стихами. «Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрывала тебя? Можешь ли посылать молнию, и пойдут ли они и скажут ли тебе вот мы? Кто вложил мудрость в сердца, или кто дал смысл разуму?» Вот о чем с вами говорим, Господь так и спрашивает, кто вложил разум? Ведь внутренний мир человека настолько богат, намного сложнее внутреннее. Каждый человек — это просто отдельная личность, микрокосм, нет ни одного повторяющегося. Да что там человека, ни одного повторяющегося нет. Ни одной снежинки, которая падает с неба, ни одной дождинки, ни одного листа, ни одной травинки нет одинаковой. Мир Божий настолько разнообразен. Просто если действительно всмотреться в творение Божие, то снова и снова хочу даже зачитать эти слова апостола Павла в послании к Римлянам, которые я упомянул, как бы полстиха, вот как он звучит полностью. Это послание к Римлянам, 1 глава 20 стих. «Ибо видимое Его, то есть Божие, вечная сила Его, Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди не смогут ничего сказать даже, если хотите, на страшном суде, потому что все действительно настолько закономерно, нужно просто свой разум, ну, открыть глаза, что ли, открыть уши. Кто может рассчитывать облака, да, когда пыль обращается в грязь, ты ли ловишь добычу львицы, когда они лежат и так далее, покоятся под тенью в засаде, кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат, к Богу бродя без пищи. То есть Бог показывает здесь все свое величие, призывает человеку открыть свое сердце, отречься от своей гордости и безумия, и поверить Богу, творить его дела. Бог есть, как мы знаем, любовь, поэтому Бог призывает человека к себе. Но, как мы видим из всей 38 главы, что препятствием к тому, чтобы открыться и соединиться человеку с Богом, добром, любовью, милосердием, состраданием, все лучшие слова, которые мы только можем употребить по отношению к Богу невыразимому, мы видим, что препятствием этому является гордость, надменность и самомнение человеческое. Удалим от себя это, и тогда Господь будет с нами. Научимся от Него, как Он нас и призывает, и говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok